Суд зверей Суд зверей Суд злого серого волка Конечно, звери сперва испугались, когда увидели волка И, наконец, прилетел судья-попугай, который должен был вести суд Он уселся на высокий пень, который был выше всех Звери встали из бесконечного уважения к нему Здравствуйте, мои лесные друзья! Рассаживайтесь по своим местам! Пока попугай читал записи с бумаги перед ним Мама трех поросят заговорила Дорогой попугай! Дорогой попугай! Волк? Волк! Видите ли? Видите ли? Пытался съесть? Пытался съесть? Моих детей? Моих детей! Пожалуйста, не говорить до попугая! Если кто-нибудь начинал говорить до попугая, попугай повторял за ними Чтобы остановиться, ему нужно было попить воды Тишину, пожалуйста! Да! Сначала я выслушаю жалобы трех поросят! Здравствуйте, уважаемый попугай! Меня зовут Ниф-Ниф! Самый младший поросенок в семье! Я жил в соломенном домике, который сделал сам Я им очень гордился! Но однажды большой злой волк подкрался к моему дому И попытался съесть меня! Нееет! Нееет! Возражаю! Возражаю! Уважаемый судья! Уважаемый судья! Пожалуйста, не говорите без разрешения! К счастью, слон дал воды попугаю из своего хобота И суд смог продолжиться Семья свиней, продолжайте! Уважаемый попугай! Этот волк пришел к моему деревянному домику И попытался съесть меня тоже! Поэтому мы убежали к Наф-Нафу, чтобы спасти наши жизни! Но злой волк не остановился, уважаемый попугай! Он и к моему домику пришел! Согласно правилам леса, никто не может войти В чужой дом без разрешения или приглашения! Да! 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 Это совершенно приемлемо! Попугай стукнул по столу молотком, чтобы звери прекратили шуметь! Тишина! Все лесные звери должны быть выслушаны одинаково! Давайте послушаем, что же волк хочет сказать! Во-первых, здравствуйте, дорогие жители леса! Вы знаете меня как большого злого волка! Но на самом деле я очень хороший волк! Волки, которые едят маленьких, нехорошие! Волки, которые едят маленьких, нехорошие! Ка-ка-ка-ка-ка! Пожалуйста, не говорите без разрешения! Пока попугай пил воду, волк продолжил рассказывать, что случилось! В день, когда случилось происшествие, я встал рано утром! Я хорошо позавтракал дома! Что же ты ел на завтрак? Я положил клубнику между листьями орехового дерева и съел это, сэр! А затем я вышел на небольшую прогулку по лесу! Тогда я и увидел соломенный домик, построенный ниф-нифом! Домик совсем не выглядел крепким! Я испугался, что он может упасть в любой момент! И маленький поросенок будет погребен под соломой! Тогда я заглянул внутрь и сказал поросенку, что его домик совсем не крепкий! А когда он не поверил, я сказал, я буду дуть и дуть, и твой домик развалится! Тогда-то ты поймешь! И тогда ты начал дуть и дуть и разрушил его домик, да? Да, сэр! Я доказал поросенку, который мне не верил, что его домик небезопасен! Затем я заметил маленькую деревянную хижину чуть поодаль! Когда я подошел ближе, я понял, что это место тоже очень хлипкое! К тому же, в этот раз внутри было два поросенка! Да, это был мой домик! Мой брат испугал... Мой брат испугался тебя и пришел ко мне! Мой брат испугался тебя и пришел ко мне! Умоляю, не перебивайте никого! Простите, леди курица! Можешь продолжать, волк! Смотрите, эта хижина вот-вот развалится! Я подую, и твой домик развалится! Сказал я через окно! И я подул... И хижина тоже развалилась! То есть ты дул для того, чтобы показать, что домики, которые построили поросята, навредят им? Да, уважаемый попугай! А поросята думали, что ты разрушил их домики, чтобы съесть их! Да, господин попугай, он хотел съесть нас! Попугаю нужно было хорошенько подумать над тем, что сказали поросята и что сказал волк. Для этого он взлетел в небо и приземлился на облаке. Это было его место для размышлений. А в это время звери, которые ожидали в лесу, говорили о том, кто был прав, а кто виноват. Я думаю, что поросята говорят правду. Я ни разу не видела хорошего волка! Фу-фу! А я думаю, волк говорит правду! Зачем ему есть поросят, если он уже сыт? Да, да, конечно, точно! Определенно, конечно! Наконец, попугай принял решение и спустился с облако размышлений. Он снова уселся на пень. Все с нетерпением хотели услышать решение попугая. Я пришел к решению, хорошенько прозмыслив над правилами леса. Записывайте, леди курица! За всю нашу жизнь мы никогда не видели волка, делающего добро! Никогда не видели, это правда! Да, мы никогда не видели, да! Но это не означает, что волки не могут быть добрыми! Да! Они, да-да, могут, да, могут! Ну да, да! И я подумал, вообще-то, ореховые деревья и клубника не растут в нашем лесу! Ага! Да, так и есть! В нашем лесу не растут ни орехи, ни клубника! Волк, который врал даже о том, чем он завтракал, определенно виновен в данной ситуации! Мое решение, что волк должен построить новые крепкие дома для маленьких поросят! Таким образом, как первый волк, который сделал добро, он послужит хорошим примером для остальных волков! Спасибо, господин попугай! Суд о трех поросятах и в большом злом волке окончен! Ка-ка-ка-ка-ка! Ка-ка-ка-ка! Таким образом, все лесные звери поняли, кто был прав, а кто виноват! С того дня все продолжили жить мирно и счастливо, следуя лесным правилам! Субтитры создавал DimaTorzok